Вознесенский стендап. На этой неделе ивановские комики запустили свое первое шоу на канале YouTube в формате сольных юмористических выступлений. Ребята начали работать несколько месяцев назад. Подобный проект в городе не первый, но Вознесенские комики единственные, кто смог превратить стендап не в студенческий КВН, а в настоящее серьезное шоу. Мы изначально делали проект для того, чтобы выходить в интернет и контент можно продвигать не обязательно в городе, а интернет и YouTube – это та площадка, где можно продвигать свой контент и делать так, чтобы о проекте узнали люди из других регионов. Обычно свои выступления ребята проводят перед аудиторией ивановских кафе и баров. По словам ребят, подготовка серьезная. Каждая шутка должна, что называется, выстрелить и взорвать зал. Не хуже комиков ярославских и владимирских, хотя ярославские и владимирские комики так не думают. Но ребята развиваются, пишут. У нас сейчас главное условие – постоянно писать новый материал. И открытые микрофоны, которые у нас проходят, они… ну, больше 60% должно быть нового материала. В Вознесенских комиков уже есть поклонники. Сложилась определенная аудитория слушателей. И чтобы радовать их свежими шутками, работать нужно ежедневно. Все материалы проверяет как редактор, так и вся команда. Шутки писать в целом – это не очень просто. Ты сначала должен как минимум взять идею, а потом думать, как ее вывернуть, что там можно вставить, какие шутки там можно вставить в целом. Ну а так, что еще сложного? Очень теряешься, когда твоя шутка не нравится залу и ты не слышишь смех. Отдельно отрабатывают сам выход на сцену. Вместо микрофона часто держат ручку или телефон. Говорят, это помогает потом увереннее чувствовать себя под взглядами зрителей. Слушайте, вот не понимаю, почему люди любят ужастики, да? Типа, ты приходишь и два часа сидишь в страхе. Просто зачем идти в кино, если ты хочешь побояться, да? Просто достаточно два часа ехать по дороге Иваново-Ярославль. Несмотря на серьезный подход, у Вознесенских стендаперов минимальная цензура. Они могут позволить себе шутить на любые темы в любом формате. У каждого комика в выступлениях есть свои любимые направления. Ну, само собой, когда человек выходит на сцену, то зал ждет чего-то, что подходит к его образу. К тому, как он выглядит, как он говорит, что он говорит. Вот, поэтому некоторая специализация есть. У меня вот, допустим, постоянно есть в начале несколько шуток про то, что я заикаюсь, чтобы зал понял, что я не больной. Это просто, ну, такой вот маленький дефект, чтобы меня потом легче воспринимали люди. Вот, у меня вот такая фишка. Помимо стендап-шоу на Ютьюбе, юмористы продолжают выступать в кафе и барах города. А 19 октября ребята запланировали большой стендап-концерт в Ивановской государственной филармонии. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.